Здравствуйте, товарищи! Приветствую вас на всесоюзном слете борцов за социальную справедливость против гендерного неравенства, за экологические стандарты и против всего того, что мы связываем с западной цивилизацией. Наш комитет должен принять окончательное решение, связанное с западной цивилизацией. Именно для этого мы, борцы за то, что противостоит расизму, сексизму, эйджизму, должны изучить некоторые тексты и дать окончательное решение, окончательное заключение не только по содержанию этих текстов, но и по отношению к авторам этих текстов. Это и будет нашим вкладом в борьбу. Давайте начнем с 1899 года, с текста, который нам с вами предстоит прочитать и дать заключение о том, кем, с нашей точки зрения, является автор этого текста, как мы будем его клеймить. Читаю. Твой жребий – бремя белых. Его уронить не смей. Не смей болтовней о свободе скрыть слабость своих плечей. Усталость – не отговорка, ведь туземный народ по сделанному тобой богов твоих познает. Твой жребий – бремя белых. Забудь, как ты решил, добиться скорой славы. Тогда ты младенцем был. В безжалостную пору, в череду глухих годин, пора вступить мужчиной, предстать на суд мужчин. Обратите внимание, сколько буквально в нескольких предложениях содержится абсолютно неприемлемой лексики. Наш комитет, этический комитет по борьбе с различного рода дискриминацией может обнаружить здесь сексизм, эйджизм, расизм. Обратите внимание, что автор этой книги, сейчас уже, по всей видимости, никто его и не читает, некий Ридиард Киплинг. Вот это небольшое произведение называется «Бремя белых». И, собственно говоря, это перевод на русский язык Виктора Топорова. Что можно сказать по поводу содержащихся здесь высказываний? Мы видим с вами высокомерное отношение к туземному народу, которому предлагают принять богов, очевидно, христианских, европейских богов, белых мужчин. Кроме того, здесь прямо говорится о том, что пора вступить в клуб мужчин. Здесь ничто иное присутствует, как сексизм. Почему-то женщинам не предлагается вступить в эту группу. А кроме того, здесь явно говорится о том, что пора перестать быть ребенком. А это ничто иное, как эйджизм, неуважительное отношение к тем поколениям, которые идентифицируют себя совершенно другими ценностями и стандартами. Что необходимо сделать с подобного рода текстом и с подобного рода автором? Конечно, заканцелить. Конечно же, если бы этот Киплинг пришел бы в университет для того, чтобы устроиться профессором, преподающим литературу, он не только бы не получил свою должность, но и со скандалом был бы изгнан из самого помещения. Поэтому мы должны с вами бдительно следить за всеми попытками возродить вот эту самую отравляющую мускулинность, которая подавляла на протяжении веков и тысячелетий все наше общество. Это вердикт первому тексту Киплинга. Другой текст, написанный также белым мужчиной в начале 20 века. Посмотрите, какая самоуверенность. Сейчас он бы точно не был профессором с такими взглядами. И зовут этого профессора, как вы думаете, Макс Вебер. А книжка называется «Протестантская этика и дух капитализма». И посмотрите, как высокомерно начинает автор свой труд. Современный человек, дитя европейской культуры. Обратите внимание, что здесь фактически ставится знак равенства между современным человеком и человеком, который воспитан европейской культурой. То есть всем остальным культурам не уделяется вовсе никакого внимания. Так вот, этот самый Вебер пишет неизбежно и с полным основанием, не видно, какие здесь основания, рассматривает универсально-исторические проблемы с вполне определенной точки зрения. Его интересует прежде всего следующий вопрос. Нас он не интересует. Какое сцепление обстоятельств привело к тому, что именно на Западе и только здесь возникли такие явления культуры, которые развивались, по крайней мере, как мы склонны предполагать, в направлении, получившем универсальное значение. Здесь, как и в произведении Киплинга, мы видим полный набор европоцентристских, мускулинных клише. Дальше происходит утверждение. Только на Западе существует наука в той стадии развития, значимость которой мы признаем в настоящее время. При этом игнорируются ненаучные, мистические способы познания. А, возможно, они гораздо более ценнее для личности, чем различного рода научные дисциплины типа физики, математики, химии и уж тем более логики. Потому что, уважаемые члены этического комитета, мы все с вами прекрасно знаем, что логика была изобретена исключительно для подавления угнетаемых классов. В этом вся суть этого белого суперматизма. В конечном итоге мы видим с вами, что тот самый Вебер говорит не только о том, что наука появилась на Западе, но еще и, кроме того, искусство, музыка, архитектура и экономика также появились на Западе. Как мы должны реагировать на подобного рода текст? Однозначно, мы должны не допускать его изучения, мы должны разбавлять его современными, феминоориентированными книгами, которые будут говорить о том, что на самом деле западная наука, западная культура, западная логика не имеют никакой ценности и должны быть отвергнуты. Но давайте посмотрим на этот процесс в динамике, потому что наш комитет с вами работает не первый год и не первый век. Год 1969. Автор вот этой книжечки, англичанин, по всей видимости поклонник англосаксонской культуры, угнетающий индусов и прочие народы, написал книгу, которая называется «Высокопарно цивилизация». И что же этот англичанин говорит в 1969 году о наших ценностях? Эта книга насыщена великими творениями человеческого гения. Но, по сути дела, она вся наполнена европоцентрическими картинами. «Шедеврами архитектуры, скульптуры и живописи, философии, поэзии и музыки, научной и инженерной мысли. Смотрите, вот они», — говорит автор. «Вы не можете их игнорировать. И это только малая часть всего, достигнутого западным человеком». Опять же, западный человек и автор идентифицирует себя западным человеком. Он не становится на колени, он не просит прощения, он не рвет на голове волосы, он не устраивает истерик. И это правильный подход белого человека в середине XX века. Думаю, что сейчас он бы вел себя в совершенной даче, если бы он хотел сохранить свою профессорскую степень и должность. Западным человеком за два тысячелетия, хотя на его долгом пути случались и остановки, и отступления, и отклонения. Сколько крови было потеряно в результате этой самой цивилизации, которая ничего не породила ценного. Не менее, а может быть и более пагубной, чем цивилизованный сбой нашей эпохи. Западная цивилизация – это череда возрождений. «Будем верить в себя», предлагает нам автор. Ну, сейчас уже таких, конечно, книг вы не найдете. «Я уже говорил», пишет Кеннет Кларк, что неверие в свои силы для цивилизации страшнее всего, а самоуверенность, видимо, полезна. Но не нужно никаких бомб. Мы сами можем погубить себя своим цинизмом, своей тотальной разочарованностью. А верой в разум вы не можете все погубить. Как вы видите, все-таки в середине XX века были здравомыслящие, простите, логично мыслящие люди, которые, в общем-то, исключительно и думали о сохранении мужского суперматизма. Вот еще одна книга, свидетельствующая об этом. Эта книга принадлежит американцу. Представляете себе, по этой книге в американских университетах до конца 80-х годов изучался курс «История западной цивилизации». Мы тоже готовы изучать историю западной цивилизации, даже часто об этом говорим. Но что для нас история западной цивилизации? Это история упадка? Это история морального разложения? Это экономические катастрофы? Это фактически подавление различных групповых интересов? Женщин, различных меньшинств? Вообще, что себя запад представлял, вы хорошо знаете. Вся история – это история, по сути дела, угнетения других народов. И вот некий Крейн Бринтон, причем знаете кто он? Он еще и сверх того учитель Ричарда Пайпса. Ну, понятно, что автор такой книги не может написать ничего объективного о истории западной цивилизации. Вот он написал книгу «Истоки западного образа мысли». И так же, как и все остальные, считают, что Запад является каким-то уникальным, важным, и что-то он там породил, чего не знали другие цивилизации. Как вы понимаете, на сегодняшний момент эту книгу практически невозможно нигде прочитать. Она не переиздается в США, она никому неизвестна в Европе. Даже в далекой, дикой России ее хотели издать в 2006 году в издательстве «Сова», но, по всей видимости, «Сова» уснула, и так эту книгу не издали. Она существует в каком-то шведском переводе в интернете, но, естественно, ее никто не изучает, она никому не интересна, потому что о чем она говорит? О каких-то мнимых достижениях западной науки, западной экономики. И все это уже давно опровергнуто. Ну и вот, наконец, последние, если угодно, оплоты, существующие. Еще 10 лет назад можно было такие книги встретить. Сейчас, если бы автор писал о цивилизации, он, конечно, должен был начинать и заканчивать с рабства. С того, как в 1619 году были завезены рабы в США. Именно с этого началось все. Западная цивилизация стоит на крови других рас и наций. И вот этот вот англичанин, Ниал Фергюсон, написал книгу «Цивилизация». Обратите внимание, как он ехидно здесь цитирует. Например, он цитирует одного китайского правителя. Китайский правитель передал королю Георгу Третьему, еще тот чудак, «Высокомерное письмо. Мы имеем абсолютно все», — сказал китайский лидер. «Я не придаю цены странным и хитро сделанным предметам и не нуждаюсь в изделиях вашей страны». Видите, какой мудрый человек. Почему? Представитель одной из древнейших культур. Вот на кого нужно молиться, вот кому нужно ноги мыть, вот чьи книги нужно читать человек, совершенно четко говорит о том, что он не нуждается ни в каких научных и прочих достижениях Запада. Но, как вы видите, перечисленное, не зря на этом комитете я посчитал необходимым, в общем, перечислить эти редкие книги по истории западной цивилизации, потому что это все уже практически исчезло. Сам Запад не изучает эти труды. Мы сделали все возможное за это время, чтобы заполнить пробел своими книгами, которые совершенно по-другому описывают роль Запада. Прямо скажем, она ничтожна. Запад не сделал ничего хорошего, кроме порабощения других народов и разрушения культуры. И весь материал, который будет сегодня предоставлен, доказывает верность нашего положения. Вот, дорогие товарищи, что мне хотелось бы вам сейчас предложить. Поэтому выношу на голосование ваше мнение о том, что и как нужно сделать с виновниками. Надо ли их расстрелять, четвертовать, закэнцелить или все сделать одновременно? Я понимаю, что здесь могут быть споры. Кто-то скажет, что достаточно закэнцелить, кто-то скажет, достаточно расстрелять. Но, думаю, здесь нужен спор, академический спор. Мы под это дело можем освоить грант, создать новый комитет. А под этот комитет еще одно направление, которое будет заниматься борьбой с расовой дискриминацией, какими-то частностями, с дискриминацией с животными. Почему у нас до сих пор существует этика у людей, а нету этики взаимоотношения с роботами, с элементарными частицами. В этом направлении мы должны двигаться, мы должны бороться с господством вот этих европейских представлений о науке и о прочих вещах, которые совершенно уже никому не нужны в 21 веке. Ну что, дорогие друзья, я приветствую вас в начале курса, который называется «История западной цивилизации». Как вы поняли, мне пришлось на какое-то время войти в роль главного протагониста этого курса, сторонника разрушения западной цивилизации. Мы дали ему слово. Кстати говоря, это редкий случай, когда сейчас кто-то кого-то хочет дослушать и действительно оппонирует к позиции автора, а не к выдуманной карикатуре. На самом деле, хоть вы могли здесь и увидеть некоторые черты, если угодно, гипертрофированные, но поверьте, дальнейшие цитаты покажут, что здесь нету ни грамма преувеличений. Действительно, современная риторика и очень многих западных СМИ, интеллектуалов и уж тем более стран, которые себя сейчас противопоставляют Западу, насыщены, по сути дела, точно такой же риторикой, которую я вам сейчас предложил. То есть, собственно говоря, тот курс, который мы с вами начинаем, это пятый курс лекций в Институте Хайка. Я думаю, это будет прорывной курс, он будет, несомненно, содержать много новых интересных материалов, новые книги, новые лекции, новые гости. Каждый понедельник мы с вами будем встречаться как минимум 15 недель, то есть вы можете отсчитать от сегодняшнего дня, от 6 марта, и вы увидите, что у нас очень много предстоит высшей степени интересных занятий. Сегодня полтора часа моей лекции, и после этого в Zoom мы с вами будем обсуждать все услышанное. Я более чем убежден, что вот этот курс «История западной цивилизации» – это один из важнейших вкладов нашего проекта, проекта «Институт Хайка». По сути дела, действительно, в конце 80-х годов происходит медленное задавливание, если не уничтожение того курса, который был оплотом западной цивилизации. Конечно, и сейчас многие историки пишут про Запад, про историю Америки, но это изложение истории западной цивилизации не с позиции самой западной цивилизации. Джон Стюарт Миль говорил в свое время, что если мы хотим ознакомиться с той или иной идеологией некарикатурно, то она должна излагаться сторонниками этой идеологии. Сейчас же так получается, что у сторонников западной цивилизации практически нет голоса. Они, что называется, закенцелены. Их голос не слышен, полемика с ними не важна, и в этом смысле невозможно никаким образом рационально отстоять те или иные взгляды на историю западной цивилизации. Вот такая небольшая преамбла. Я надеюсь, моя бабочка и платочек вам нравятся, а также вы в хорошем, несмотря на все происходящее, настроении. И с вашего позволения я включу презентацию для того, чтобы начать первую лекцию нашего в высшей степени увлекательного курса. Итак, курс «История западной цивилизации». Признаюсь, я учился в университете, получал кандидатскую степень, звание доцента, путешествовал по всему миру, четыре раза был в Америке, в том числе работал в высшем учебном заведении в США и в Европе я тоже преподавал. Но ничего подобного курсу «Историю западной цивилизации» я не встречал. У нас многие говорят, что выходцы из подсоветских стран, в общем, ездили за границу исключительно для того, чтобы затариваться различными гаджетами, кроссовками и платьями. Это во многом так. Но надо сказать, что даже если вы ехали в Европу за чем-то другим, то, по всей видимости, у вас, скорее всего, не получилось бы возможности изучить идеи западной цивилизации, что называется, из первых рук. То есть те самые мыслители, о которых я только что говорил, вот в частности тот же самый Крейн Бринтон, по-моему, автор замечательной книги, она уже вам выслана в качестве одной из базовых книг по курсу «История западной цивилизации». Вот эту книгу раньше использовали в качестве базовой. Там гигантское количество очень интересных даже хотя бы вопросов для студентов. То есть, например, как вы думаете, влияла греческая цивилизация на развитие христианства? Согласны ли вы с тем, что схоластикой было исключительным тормозом в развитии научного мировоззрения? Или как о бедном Иове вы могли бы отозваться? Почему Бог его наказывает? Вот все эти вопросы сегодня, в принципе, скорее всего, в университетских аудиториях не будут ставиться и обсуждаться, потому что задача в конечном итоге сводится не к тому, чтобы изучать это великое наследие. Великое наследие философов, великое наследие экономистов, великое наследие поэтов, писателей, а в том, чтобы от всего этого отказаться, заклеймить все эти культурные достижения, как завоеванные исключительно за счет порабощения других народов. Вот такой вот дискурс, что на самом деле все, что Запад сделал хорошего, он сделал за счет убийства и подавления других культур. Поэтому, если бы его не было, то это было бы только хорошо. Вот такой дискурс действительно сегодня медленно, но верно проникает в сознание огромного количества учащихся. Американские студенты, да и не только американские, в Европе часто жалуются на то, что на первых курсах вместо того, чтобы их готовить к изучению той самой культуры западной, их фактически делают социальными активистами. Они должны ходить на различного рода манифестации в поддержку зеленого курса, в поддержку борьбы с капитализмом, в поддержку каких-то мер, связанных с разрушением западной цивилизации и так далее. То есть фактически они вместо того, чтобы использовать время на развитие самих себя, а это и есть важнейший элемент западной цивилизации, используют лучшие годы своей жизни для того, чтобы, во-первых, ничего не знать, о той самой истории западной цивилизации и о ее наиболее важных достижениях, а просто-напросто считать себя превзошедшим все, что было сделано. Все, что было сделано Ньютоном, Шекспиром, Данте, Аристотелем и другими выдающимися мыслителями. Не только мыслителями, но и, конечно же, практиками. Вот на самом деле задача курса «История западной цивилизации» состоит в том, чтобы по возможности возродить те лекции, те книги, которые писались в 80-е годы прошлого века. Потому что потерять наследие подобного рода идей, то есть фактически осуществить разрыв между современным поколением и прошлыми веками достаточно просто. Но вот традицию очень тяжело каким-то образом снова воскресить. Мы знаем это по каким-то очень редким искусствам, которые вымирают, если несколько мастеров не оставляют после себя прямых учеников. Уже через 2-3 поколения выясняется, что нет людей, которые могут делать то, что мог делать мастер еще 2 поколения назад. И в этом смысле мы действительно рискуем оторваться от своей собственной традиции, оторваться от корней и забыть, что в конечном итоге сделало нашу культуру возможной. Но это, конечно, не означает, что этот курс будет апологетическим, что наша задача состоит исключительно в том, чтобы восхвалять Запад. Наша задача состоит в том, чтобы его исследовать. Не проклинать, не восторгаться, а именно исследовать, как говорил один из представителей той самой западной цивилизации Спиноза. Именно к этому он нас и призывал. Первая лекция, а всего моих лекций будет 10 в рамках этого курса, называется «Идея Запада. Главное в западной цивилизации». И уже не раз в анонсах к этому курсу мы задавались вопросом, как определить, что такое Запад, что такое цивилизация. Хорошо, что никто не спросил, что такое история. На самом деле, каждое из этих трех понятий, как вы понимаете, является довольно сложным. И начать с окончательного, что называется, вывода было бы неправильным. Я думаю, мы сможем стяжать ответ на вопрос, что такое западная цивилизация в процессе этого курса. Но некоторые вещи смогут быть проясненными уже сегодня. Обратите внимание, что даже на первом, точнее уже на втором слайде, мы видим совершенно разные культурные явления. От древних рисунков на скале до современной живописи Пикассо и Дали. Что общего между Шарфским собором, афинской школой Рафаэля, современными художниками и индустриальными зданиями, которые Запад породил. Ну, как минимум общего то, что эти все явления действительно впервые появились на Западе, а потом стали активно распространяться по всему миру. Но, тем не менее, уже само перечисление некоторых исторических фактов заставляет нас задуматься, а действительно ли мы можем понять Запад, просто-напросто перечисляя те или иные события, которые происходили в истории региона, условно говоря, севернее Средиземного моря. Или же мы должны попытаться вычленить, если так можно выразиться, ядро в западной культуре, что является главным в этой культуре, а что является второстепенным или наносным. Как говорил еще один представитель западной цивилизации Аристотель, у нас есть не только понятие субстанции, но и акциденция. Учение о субстанции и акциденции активно развивали мыслители в средние века. Субстанция, то есть суть, то, без чего невозможно представить себе то или иное явление. Акциденция – это вторичное свойство объекта. Ну, вот, скажем, акциденцией сегодняшней лекции является цвет бабочки. Сегодня она замечательно золотого-желтого цвета, желто-черного, а может быть в следующий раз синий или красный. Но, по всей видимости, субстанцией моих лекций будет как минимум присутствие Павла Усанова в кадре. В противном случае вы скажете, что это какая-то подмена. Про бабочку вы вряд ли такое скажете. Поэтому во всех явлениях мы действительно можем наблюдать нечто сущностное и что-то наносное. И без такого разграничения у нас совершенно нет возможности понять историю Запада и понять, в чем суть этого явления. Потому что и в истории Запада, да и, собственно говоря, в истории всех остальных цивилизаций мы находим много общего. И там, и там были войны, и там, и там было насилие, и там, и там люди что-то производили, потребляли. И если мы не будем выделять существенное и несущественное, то у нас получится примерно такая же картина, при которой все кошки в сумерках являются серыми. То есть мы просто будем не различать цивилизацию, например, европейскую или западную цивилизацию от цивилизации ацтеков, майя, древнеегипетской, персидской цивилизации, древнеиндийской, китайской и так далее. Несомненно, что у этих цивилизаций есть нечто общее, но все-таки ядро должно быть отличным, то есть субстанция должна быть разной для того, чтобы мы могли понять, в чем состоит специфика этого объекта. Итак, сегодняшняя лекция будет, если угодно, обзорной, то есть я не буду систематически излагать всю историю западной цивилизации, я попытаюсь формулировать идею, что, с моей точки зрения, является ключевым свойством, ключевой характеристикой этого типа цивилизации, которая, конечно же, не является единственным. После этого каждая лекция будет посвящена определенному историческому периоду. Мое глубокое убеждение заключается в том, что колыбель, и я здесь, конечно же, не исключение, это довольно распространенная точка зрения, что колыбель западной цивилизации следует искать в Древней Греции. Действительно, именно греки впервые стали систематически размышлять об устройстве мира. Причем настолько систематически, что, по сути дела, создали первую научную картину мира, основанную на рациональном методе мышления. Надо сказать, что действительно древние греки в этом отношении заложили основу. И сам метод, который они предложили, метод обсуждения дискуссии и аргументации, законы формальной логики, исследования политических институтов, переход от мифологического мышления к рациональному, это действительно впервые произошло в Греции. Тот же самый Крейн Бринтон в своей книге говорит, что мы не можем понять себя, если мы не изучили древнегреческую литературу, поэзию, гомера, философию. Если для нас греческая культура пустой звук, то, по сути дела, мы лишены наиболее известных и важных элементов европейской и западной культуры. Если трое это слово, которое ничего для нас не значит, если гомер это имя, которое исключительно ассоциируется у нас с Симпсонами, то, по сути дела, мы представители какой-то странной культуры, но не той культуры, которая, с точки зрения Крейна Бринтона, как минимум, имеет 70 поколений. Он, правда, эти 70 поколений отчитывает от христианства, но он, несомненно, считает, что притечей христианства следует считать греческую цивилизацию. И, как мы знаем, греки, в общем-то, ничего не знали до определенного периода времени о христианстве и относились к нему враждебно. Это еще один важный вопрос внутри истории западной цивилизации. Как так получилось, что древнегреческая философия стала своего рода фундаментом для христианства, для философии, которая родилась из учений отцов церкви и была закончена в средние века представителями томизма, прежде всего, конечно же, Фомой Аквинским. Я убежден, вслед за Айн Рент, который уж точно можно отнести к стороннице западной цивилизации, что главным философом Запада, главным философом западной цивилизации следует считать Аристотеля, который, как известно, также ничего не знал о христианстве. Это вот полемику с Валерием Кизиловым, который отстаивает тезис, что западная цивилизация неразрывно связана с христианством. В одном из занятий наверняка мы об этом поговорим и поспорим. Несомненно, без его вклада в политическую науку, в логику, в этику, в другие разделы, у нас не было бы возможности говорить о науке как единым целым. На самом деле и у индусов, и у египтян мы можем найти некоторые элементы научного мировоззрения, но именно элементы. Попытку создать целое впервые предпринимают греки на основе дискуссионного метода обсуждения. И в этом смысле это действительно один из, как мне кажется, фундаментальных столпов западной цивилизации, которая разрушается. Вы все помните, как выглядит афинская школа Рафаэля. Платон и Аристотель, два противоположных мыслителя по своему содержанию, но при этом один учитель, а другой ученик, уважительно прогуливаются как бы из одной эпохи в другую, идя к нам навстречу. Если вы читали платоновские диалоги, где присутствуют и Сократ, и Платон, и многие другие действующие лица, то вы, наверное, обратили внимание, что люди там придерживаются очень часто противоположных взглядов и теорий. Но при этом они не бросаются друг в другом оскорблениями, предметами, что называется, не банят друг друга. И это, как мне кажется, одно из свойств той самой западной цивилизации, ядра западной цивилизации, способность к диалогу, способность к уважению личности, даже если вы полностью не согласны с ее теорией. Известно, что, например, Шумпетер считал Платона основоположником тоталитаризма и фашизма. Кстати говоря, абсолютно обоснованно. Некоторые цитаты докажут это. Аристотеля можно считать предтечей рационального метода мышления и демократии. Казалось бы, эти люди должны были бы на картине не мирно прогуливаться друг с другом, а устроить батл, пока один не добьет другого до смерти или, по крайней мере, заканцелить друг друга. Но мы видим, что они мирно идут по садам греческим и спорят друг с другом. Почему? Потому что эта цивилизация прежде всего основана на убеждении, что вы можете спорить с идеями. И это не означает, что у вас есть какое бы то ни было право оскорблять или унижать того человека, который с вами не согласен. Это удивительное, мне кажется, явление, на которое немногие обращали внимание. Ну вот, скажем, древнегреческая философия начинается со спора совершенно разных идей, но при этом люди оказываются друзьями. Еще один пример уже из средних веков есть так называемый представитель доминиканской школы, это Фома Аквинский, с одной стороны, и францисканец Бонавентура. Они придерживались противоположных взглядов по многим-многим философским идеям, но при этом они также были большими друзьями. То есть, иначе говоря, это все не переходило на личные отношения. Ну или, наверное, самый показательный пример – это дружба XX века между Фридрихом фон Хайеком, сторонником свободного рынка, и Джоном Эннардом Кейнсом, фактически сторонником активной роли государственного вмешательства, если нет централизованного управления экономикой. И при этом они действительно были друзьями. Кейнс помогал устроиться на работу в Лондоне Хайеку, и, в общем, у них были очень хорошие личные отношения, несмотря на то, что и Кейнс, и Хайек неоднократно критиковали теории друг друга. Я, честно говоря, не припомню среди современных антизападных интеллектуалов или среди сторонников социализма, чтобы они имели хорошие дружеские отношения с людьми противоположных взглядов. Вот возьмем, скажем, Маркса. Один из, очевидно, столпов антизападной доктрины. Я думаю, что это будет понятно из всего курса. Кто из противоположных взглядов был к нему так же близок, как, например, Хайек к Кейнсу или, например, Платон к Аристотелю. Я думаю, что мы ни одного такого примера не назовем. Даже те, кто абсолютно принимали его идеи, если они не были фанатичными приверженцами, могли быть заклеймены как абсолютные невежды. Или Владимир Ульянов Ленин. Также кто из его друзей или знакомых может быть назван в качестве того, с кем он полностью не соглашался идейно, но имел хорошие личные отношения. По-моему, со всеми он имел плохие отношения, в том числе и со своими соратниками. Или возьмите Сталина. То есть, на самом деле, я думаю, что это очень важный такой предварительный эскизный момент, связанный с чертой западной цивилизации. Это то, что она всегда рождалась из столкновения разных идей. Никогда, за исключением темного средневековья, не было единой признанной картины. То есть, фактически, Древняя Греция это гигантское количество различных школ. Это и атомисты, это и академики, последователи Платона, это и перипатетики, сторонники Аристотеля, это и пикурейцы, это, конечно же, стоики. И все эти школы, в общем-то, мирно сосуществовали друг с другом, но при этом сосуществовали так, чтобы в процессе диалога искать истину. Вы знаете знаменитую фразу Аристотеля «Платон мне друг, но истина дороже». Несомненно, что для каждого истина дороже, но все-таки задача состоит не в том, чтобы уничтожить физически оппонента, забанить его, лишить его способности говорить, не слышать его аргументов. Наоборот, в том, чтобы услышать эти аргументы, в том, чтобы спросить «А что вы об этом думаете?» Вот, кстати говоря, я не знаю, обращали ли вы внимание, за последние 2-3 года я практически не сталкивался, когда случайно с кем-то начинаешь о чем-то говорить, чтобы человек интересовался твоим мнением по этому вопросу. Будь то война, будь то ковид, будь то что бы то ни было еще. Да, человек готов высказать свою позицию и все. Ни разу. Ну, пожалуй, хотя можно было бы наверное спросить и ваше мнение, «А что вы об этом думаете?» Но такая манера вести дискуссию, просто-напросто общаться, она как-то не очень принята. И в этом смысле мнение других кажется вроде бы и неинтересным. «А кто вы такой, чтобы я спрашивал ваше мнение по тому или иному вопросу?» Вот это сильно отличает греческую средневековую, в общем, новоевропейскую философию, которая рождалась из диалога. Вот, например, когда я еще приезжал в Америку впервые больше 10 лет назад, у меня было ощущение, что всем хочется в том числе узнать и мое мнение. Не потому, что оно какое-то уникальное, но потому, что эта культура ориентирована на желание выслушать. Выслушать позицию тех, кто в том числе с тобой не согласен. И, в принципе, только в такой картине мира возможно движение вперед. Если вы, в принципе, отрицаете возможность познания истины, если ваша задача уничтожить не неправильные идеи, а уничтожить людей, которые с вами не согласны, то в конечном итоге вы идете по пути антизападной цивилизации. Вот я бы так определил одно из свойств, о котором мы будем говорить в дальнейшем и не раз. Итак, мы будем идти из Греции, от Аристотеля. Конечно же, мы будем с вами говорить о Древнем Риме, который подарил нам с одной стороны примеры цивилизации. Речь идет, конечно же, и о цивильном праве. Без римского права мы не можем представить себе многие континентальные правовые системы, да и современные, так называемые, прецедентные системы или системы, основанные на прецеденте, тоже находились и находятся во влиянии того, что было характерно для римского права. Но, тем не менее, Рим, конечно же, породил и много другого. В конце концов, мы знаем, что римская империя рухнула в V веке, и идут споры о том, почему это произошло. Например, историк Гиббон полагал, что одна из причин содержится в упадке или, как бы это сказать, уничтожении того гражданского духа, который был характерен для языческого периода, когда римский гражданин, прежде всего, стремился служить своему государству. А так как вместо этого он стал преклоняться перед распятым, то он стал думать, в общем-то, не о том, чтобы служить Цезарю, не о том, чтобы служить империи или республике, а о том, чтобы спасать свою душу. То есть фактически готов был отказаться от добродетелей, воина, гражданина и всего остального. Есть такая точка зрения, почему пал Древний Рим. Еще причина объяснения, которая тоже часто встречается, связана с экономической политикой, которая проводилась в Риме в III-IV веках. То есть, по сути дела, размывание содержания монет золотых и серебряных, регулирования цен, активное увеличение государственных расходов, все это не могло не сказаться на гигантском количестве, что называется, трат, которые были ничем не покрыты. Это должно было закончиться финансовым фиаско. Ростовцев в своем знаменитом двухтомнике об этом подробно пишет. Тем не менее, почему бы не рухнула эта цивилизация, вы видите, что европейская или западная цивилизация не только процветала, были периоды полного краха. То есть, фактически, темное средневековье было периодом, когда не только была закрыта академия, но и когда огромное количество книг фактически были уничтожены. Вся ученость, которая в тот период времени все-таки существовала, переехала либо в Византию, либо в арабские страны. И, собственно говоря, Аристотель был бы полностью потерян для нас, и мы бы не читали его в 21 веке, если бы не библиотеки и мыслители, которые сохранили до 11-12 веков наследие Аристотеля, Платона, других греческих философов. И, конечно же, здесь существенный вклад внесли и арабские страны, и, собственно говоря, какой-то вклад здесь совершила и Византия. В Византии тоже продолжалось изучение отчасти греческого наследия. Все это вернулось в Европу только в 11-12 веках. Но здесь происходит существенный взлет, взлет, связанный со строительством в том числе храмов. Один из символов средневековой Европы это, конечно же, Шартерский собор. Много других соборов строится в этот период времени. И вот эта устремленность вперед и вверх, которую мы можем увидеть в готике, является своего рода демонстрации нового взгляда схоластического. Вообще слово схоластика особенно в русском языке носит негативный характер. Философ Густав Густавович Шпет даже говорил о том, что в России вместо схолы асхолия. Схола, как известно, это школа или ученость. Scholar так называют ученых в американских университетах, собственно, в Европе. И в этом смысле схоластическая традиция является важным элементом западной культуры. Все университеты были созданы в Европе в 11-12-13 веках, и то, что там преподавалось, было неразрывно связано со схоластическим методом мышления. Сегодня нам представляется, что схоласты занимались исключительно вопросами о непогрешимости папы, о том, что такое непорочное зачатие и сколько ангелов может уместиться на кончике иглы. В действительности схоласты занимались очень многими важными вопросами для научного мировоззрения. Это не только касается философии, это касается в том числе и экономики. Собственно говоря, современная экономическая теория свободного рынка была создана не католиками, не лютеранами, была создана не протестантскими различными мыслителями, а была создана схоластами. Так называемая Соломангская школа в Испании впервые предложила доктрину государственного невмешательства в экономику. И в трудах этих мыслителей мы можем найти доказательства всего этого. Как бы там ни было, мы видим, что возрождение идей Аристотеля о том, что познавать можно только реальность, что мы познаем не некие фикции, а то, что воспринимаем органами чувств, привело в движение определенные положительные тенденции и в культуре, и в экономике. И в этом смысле в раннее Средневековье тоже начинается прогресс. Вначале медленный, но тем не менее тот, без которого не было того, что мы сейчас называем возрождение, реформация и просвещение. На самом деле между этими явлениями много есть противоречивых моментов. Многие, например, сторонники реформации в общем-то были настолько агрессивно настроены против свободного художника, который скорее ассоциировался с католической традицией. Те же самые скульпторы, художники, Сикстинскую капеллу, посмотрите, что если бы какой-нибудь кальвинист создавал что-то подобное. На самом деле мы знаем, что в эпоху реформации огромное количество красивейших церквей лишились своих статуй, лишились своих фресок именно из-за того, что все это разрушалось вот этими противниками как бы чувственного восприятия божественного. То есть на самом деле многие сторонники реформации были противниками капитализма, были противниками богатых, были противниками в том числе и свободной личности, которая творит то, что считает нужным. Художники очень не нравились многим представителям этого движения, вовсе даже не за богемность, а вот за свободу творчества. Тем не менее отношения между этими вещами очень важно будет внимательно изучить, мы будем это делать в рамках курса. После этого мы перейдем с вами к описанию капитализма как главной причины богатства западной цивилизации и поговорим о том, почему промышленная революция произошла именно на Западе, почему она произошла в Англии в конце 18-го, в начале 19-го веков. Несомненно, также нам нужно будет поговорить о первой попытке уничтожения западной цивилизации, правда, основной яд был как бы влит не в тело самой западной цивилизации, хотя отчасти и до него дошли эти отравляющие вещества, а прежде всего, конечно, пострадала от этого Россия и многие другие страны, которые попытались воплотить социализм в жизнь. Частично на Западе они также пытались его осуществить. Тем не менее, очевидно, мы должны сказать, что это также западная идеология, то есть сказать, что для Запада характерна некоторая гомогенность, было бы неправильно. Действительно, существует множество направлений, в том числе противоположных друг другу, и если бы их не было, не было бы конкуренции идей. Ну и, наконец, мне кажется, очень важно поговорить про современный антиинтеллектуализм, который, в отличие от социализма, предлагавшего более справедливое, более эффективное устройство экономики общества, фактически клеймит всю историю человечества. Не только получается историю западной цивилизации, но историю как таковую, потому что все, что содержалось в этой истории, это подавление вот этими самыми западными империалистами всех других культур и всех прав и свобод людей. На самом деле, такой дискурс антиколониальный сегодня в западных университетах практически насаждается. Вот этот антиинтеллектуализм является серьезной проблемой, серьезным вызовом для современного общества, для сторонников западной цивилизации. Как вообще можно относиться к западной цивилизации? Как мне представляется, здесь могут быть три основных подхода. Первый подход, который я вовсе не разделяю и который является в высшей степени опасным, потому что если что-то ему противоречит, вы сразу переходите из пункта А в пункт Б. Так вот, первый пункт звучит так. Западная цивилизация это воплощение идеала, в ней все прекрасно. Надо думать, что самое близкое к этому ощущение было, ну, по крайней мере, у значительной части советских людей в 80-х, начале 90-х годов прошлого века. И если они увидели, что что-то в этой западной цивилизации несовершенно, то они переходили без всяких промежуточных стадий к противоположной точке зрения. То есть, такое бинарное мышление, такая своеобразная биполярочка. в начале безграничная идеалистическая любовь, все прекрасно, одежда прекрасна, воздух прекрасен, люди замечательные, никто никого не обманывает, все практически либо святые, либо добрейшие люди, причем действительно все и в абсолютном смысле. Если люди обнаруживали, что что-то этому противоречит, особенно если самим людям не удавалось вписаться в западное общество и стать успешным, у них возникал когнитивный диссонанс. Как же так получается? Вот это такое идеальное общество, я такой идеальный и в этом обществе ничего не достиг. И таких очень много людей, которые пытались сделать карьеру на Западе, мало чего там достигли, а надеялись в общем-то завоевать весь мир, думали, что достаточно туда приехать и станешь выдающимся писателем, выдающимся кинематографистом или кем-то еще. В общем, карьера не сложилась. Поэтому некоторые вернулись обратно, не словно хлебавшие, некоторые остались там и стали тихо ненавидеть Запад. Прежде всего за то, что они не добились там чего-то, на что они рассчитывали. Конечно, причина такого разочарования кроется именно в том, что это была такая неадекватная любовь. Не знаю уж, чем она может быть объяснена, но тот подход, при котором в западной цивилизации все прекрасно, я думаю, ни один здравомыслящий человек не будет отстаивать. И было множество преступлений, таких как те же самые крестовые походы и, конечно же, Первые и Вторые мировые войны были развязаны одной из западных держав, одной из западных стран. И, собственно говоря, революционные движения 20 века, они также исходят из Запада. Было действительно множество преступлений, связанных и с колониями, и с другими народами. Этого всего хватало. Но надо сказать, что подобного рода явления характерны не только для западной цивилизации. Если мы детально будем изучать незападные цивилизации, то мы увидим, что и там хватало и войн, и насилия, и геноцида, и прочего поведения, которое приписывают обычно только Западу. На самом деле это действительно некая, видимо, антропологическая константа. В любом обществе, в любой цивилизации есть мошенники, есть глупцы, есть бездари, есть те люди, которые, в общем-то, ну, как бы это сказать, не являются лидерами этого общества, лидерами этой цивилизации. Второй взгляд противоположный, и действительно кажется, что он настолько же неадекватен, как и первый, и его, если и должны придерживаться, то единицы. Но сейчас, по всей видимости, второй взгляд становится мейнстримом. Западная цивилизация воплощение абсолютного зла. В ней все ужасно. В незападных цивилизациях все прекрасно. Вот есть одна замечательная книга Мюрре, посвященная войнам на Западе, и он анализирует как раз современные движения, интеллектуальные движения на Западе, и приходит к выводу, что действительно неявной предпосылкой всех противников западной цивилизации является то, что все, вот действительно все события, которые были в истории Запада, являются воплощением абсолютного зла, а незападной цивилизации все и в полном объеме являются демонстрацией абсолютного добра. Казалось бы, очень легко разбить эту точку зрения, но она действительно сейчас является довольно распространенной. То есть, это, видимо, что-то вроде эффекта религиозной убежденности, о котором не раз говорил уважаемый Андрей Николаевич. В истории западной цивилизации это третий подход, и мне он кажется наиболее адекватным. В истории западной цивилизации, как и любой другой, есть множество ценного и положительного, но есть и вредное и разрушительное. То есть, собственно говоря, трезвый взгляд на любую цивилизацию, в том числе западную, должен состоять в том, чтобы выяснить, что она сделала хорошего, чему можно поучиться, а чему учиться не стоит. Вот, казалось бы, такой взгляд должен быть сегодня наиболее распространенным, но он кажется действительно сегодня довольно редким. Но думаю, что вот кроме вышеназванных точек зрения, здесь можно еще одну такую точку зрения, не совсем искреннюю, предложить. Она звучит, как «Запад находится в кризисе», «Запад загнивает». Как вы знаете, в советские годы загнивание Запада – это то, над чем смеялись, как над нелепой пропагандой. «Запад находится в кризисе» – это действительно фраза, которая может быть адекватной, но зависит от того, кто и в каком контексте произносит эту фразу, то есть с какой позиции. Например, если мы прикладываем этот тезис к третьему пункту, то есть в истории западной цивилизации было хорошее и плохое, но вот плохое активно развивается, именно это плохое нужно уничтожать. Или же это переносится на всю систему, ей противопоставляется что-то другое. Если мы посмотрим с вами на историю всей западной цивилизации, то как раз-таки кризисы были важнейшим моментом ее развития. То есть на самом деле нет ни одного периода, возьмите и Древнюю Грецию. Некоторые считают, что в первом-втором веке до нашей эры греческая цивилизация пришла в упадок. Бертран Рассел в своей истории западной философии говорит, что после неоплатонизма европейская цивилизация по сути дела на тысячи с лишним лет откатилась назад и в ней не было никакого прогресса ни технического, никакого бы то ни было еще. Мы можем вспомнить с вами черную смерть 14 века, которая отбросила тоже назад существенно все общество. Мы, конечно же, можем вспомнить различных диктаторов, как Эдуард I, который изгонял евреев из Англии, как Фридриха II, которым клеймил евреев в буквальном смысле слова и считал, что в этом нет ничего плохого. Мы, конечно же, Генриха VIII можем вспомнить, который убивал своих жен и, по сути дела, захватил имущество католической церкви. Действительно, мы можем вспомнить резню, которая совершалась в Европе в эпоху реформации и так далее. То есть, иначе говоря, кризисы действительно были характерны для всех периодов истории. Но это не означает, что кризис позволяет что-либо отбросить из фундаментальных свойств этой цивилизации, то есть, именно ядро. Если кризис состоит в том, что западная цивилизация отклоняется от этого ядра, то нужно защищать эти самые ценности. Но, как правило, те, кто говорят о закате Запада, они мечтают, чтобы, как говорится, Акела промахнулся и добить эту цивилизацию, чтобы от нее ничего не осталось. А на смену пришла бы какая-то другая. Вот. И за этой риторикой на самом деле стоит неявный взгляд, который состоит в том, что западная цивилизация это воплощение зла. Это зло нужно уничтожить. Но в уничтожении нужно быть хитрым. Нужно говорить не то, что абсолютно все зло, а то, что сейчас Запад находится в кризисе и, по всей видимости, полностью погибнет. Поэтому нужно развивать что-то абсолютно антизапад. Вот так строится, в общем-то, идеология пункта типа B, но только несколько апгрейденная с учетом современного пиара. Я уже говорил о том, что в нашем курсе мы будем стремиться все-таки быть объективными. И в этом смысле в помощь нам будет замечательный автор Крейн Бринтон и его книги. Я уже говорил, что на русский язык переведена его книга Ideas and Men Идеи и люди, которая посвящена истории мысли Запада. Эта книга в 60-е годы была переиздана. И, на мой взгляд, она очень хорошо описывает все периоды, о которых мы с вами будем говорить. Это и есть попытка от первого лица поговорить о западных ценностях, чтобы человек, который разделяет эти ценности, рассказал о том, как она, эта цивилизация, возникала. И, в частности, ему принадлежит книга A History of Western Morals. Обратите внимание, что сейчас также редко можно найти книгу, которая отстаивала бы определенные моральные ценности Запада как нечто положительное. В этом смысле книги Крейна Бринтона могут рассматриваться как та самая Атлантида, которая ушла под воду, но на самом деле может быть открыта нами и изучена для возрождения тех ценностей, которые были характерны для западной цивилизации. Они в известном отношении живы и сейчас, но сейчас вот то самое ядро западной цивилизации активным образом пытаются уничтожить. Об этом мы с вами будем говорить. Еще одна работа, которая вам предоставлялась в качестве источника литературы, я вам очень ее советую, Кеннета Кларка, английского историка культуры. Вообще многие писали про историю цивилизации именно будучи профессиональными культурологами. Обычно эта тематика как бы находится за пределами исследователей социальных наук, экономисты, как бы не интересуются историей культуры, те, кто занимаются историей культуры, не слишком интересуются экономикой. Вот, например, рассуждение об экономике Кларка, ну, в общем, любой экономист сочтет в высшей степени неудовлетворительно. Например, он убежден, что промышленная революция значительно отбросила назад всю западную культуру и экономику в том числе. Вот, что она в средние века была гораздо лучше. Но вот это его рассуждение, оно контрастирует с большой деталью к культурным, правовым и прочим достижениям Запада. И, кстати говоря, также характерна та эпоха, в которой писали такие авторы, как Кларк и Бринтон. Это 60-е годы прошлого века. Ну, например, для Кларка было очевидно, что слева, если мы посмотрим на эту картинку, изображена африканская маска, которая многих может поразить. А справа, собственно говоря, Аполлон Бельведерский, находящийся в Ватикане. И для человека, который занимается культурой, возникает вопрос, а можно ли говорить о прогрессии? Вот одна из претензий Запада состоит в том, что Запад порождает прогресс. И в этом смысле, действительно ли Аполлон Бельведерский это что-то более эстетически совершенное, чем африканская маска? Можно ли с уверенностью говорить, что Бах выше, чем Афенбах? А что, например, поэзия Шекспира лучше, чем греческие драмы? Можно ли сравнивать вообще эти вещи и говорить о том, что у нас наблюдается прогресс? Прогресс в поэзии, прогресс в живописи, прогресс в музыке? Или же Бах и Афенбах несравнимы. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Кто-то сочтет, что африканская маска гораздо более впечатляющая, Аполлон Бельведерский. Кто-то сочтет, что Черный квадрат более замечательное произведение, чем Тайная вечеря Леонардо да Винчи. Вот, с точки зрения Кларка, и это характерная особенность вот той самой уходящей культуры западной цивилизации, все-таки есть четкая иерархия. Четкая иерархия, говорящая о том, что логическое, правильное и красивое находится на более высоком уровне, чем уродливое, неорганизованное и глупое. И в этом смысле вот эта постмодернистская идея о том, что нет разницы между текстом какого-нибудь безумца и текстом профессионального философа типа Аристотеля, вот эта идея абсолютно неприемлема была для представителей европейской цивилизации. То есть еще одно свойство в заброс это не нигилизм, не цинизм, убеждение в том, что у слов есть смысл и в конечном итоге истина может быть познаваема, несмотря на все наши сложности, связанные с этим процессом. противоположная точка зрения была не характерна для как раз таки тех, кто разрабатывал вот эти курсы истории западной цивилизации. Ну и, например, даже если мы визуально посмотрим на мост искусств в Париже, то мы, наверное, сочтем, что вот это пример цивилизации. Хотя нынешние антропологи скажут, что цивилизацией будет и то, что изготавливают и из чего едят африканские племена. И в этом смысле говорить о том, что человек выше остальных животных неправильно. И то, что ценность культуры состоит в том, чтобы человек жил лучше, в этом также с точки зрения современных противников вот этой западной культуры нет ничего верного. То есть, на самом деле, возможно, следовало бы даже в целом уничтожить человеческий вид, потому что он представляет из себя опасность для других видов. С чего это он решил, что он выше остальных? С чего он решил, что вот этот мост и сам Париж прекраснее, чем дикое озеро, болото или какие-то горы, которые бы находились на месте наших городов и наших деревень. Вот. Примерно такой взгляд характерен для противников западной цивилизации и противоположный для сторонников. Что я хотел бы отметить в связи с особенностями западной цивилизации? Мне кажется, что одно из ключевых свойств этой цивилизации логоцентричность. Вообще говоря, понятие логоса тоже было впервые применено именно в Греции древнегреческим мыслителем Гераклитом из Эфеса. В дальнейшем понятие логоса активно использовалось и западными мыслителями, и теологами. Конечно же, христианство считало, что Христос является воплощенным словом. Как известно, в начале Иоанна, Евангелия, содержится подобного рода высказывания. Тем не менее, убеждение в том, что в основе Вселенной и окружающего мира лежит определенная структура, определенная логика, это, пожалуй, то, от чего отталкивались греческие мыслители, когда они писали свои трактаты, когда они спорили друг с другом об устройстве мира. Но здесь возникает очень важный момент в связи с курсом истории западной цивилизации. И это будет, мне кажется, проходить красной нитью через весь курс, потому что это вопрос как бы эпистемологический, связанный со знанием. Сегодня очень часто люди вступают в спор просто потому, что у них есть некая убежденность или эмоции. Они не отталкиваются от эпистемологических каких-то достоверных вещей. То есть, иначе говоря, они не целят знание, как нечто отличное от мнения. Для них мнение и есть знание. Вы думаете одно, я думаю другое, я вас не слушаю, не дослушиваю, говорю то, что думаю. В таком случае действительно никакая цивилизация быть не может. Как говорил Аристотель, если человек мыслит под одним и тем же нечто противоположное, то он не только не может мыслить вместе с другими, но и наедине с собой. Он будет сам себе противоречить. Тем не менее, то разграничение, которое я хотел бы предложить, мне кажется, очень важным. Это разграничение знания на кумулятивное и некумулятивное знание. Я не зря приводил пример с африканской маской, с живописью, или в конце концов, если вам не очень понятно, что круче, первый или второй терминатор. Кто-то скажет первый, кто-то скажет второй, кто-то скажет и то, и другое, чушь. И в этом смысле знание о том, что прекрасно, а что ужасно в искусстве, например, носит некумулятивный характер. То есть нельзя его накопить. Вы можете, конечно, быть профессиональным искусствоведом, но это знание вовсе не позволяет вам быть более объективным в ваших высказываниях. Все равно знание относительно предпочтений, знание относительно того, что красиво, а что уродливо, носит некумулятивный характер. Еще никому не удалось доказать, что Шекспир это лучше, чем какой-нибудь выдающийся поэт древнегреческий. Или, например, что Шекспир это лучше, чем Данте. Или наоборот. Каждый может высказать свое суждение, привести какие-то аргументы, но, по всей видимости, знание об этом будет некумулятивным. Его нельзя передать другим и сказать, что мы наблюдаем некий прогресс. Совершенно другая будет ситуация в случае с технологией. Если мы возьмем даже такую область, как медицина, то, очевидно, здесь гигантский прогресс по сравнению с тем, что было в древних обществах и цивилизациях. Например, если вы возьмете способы лечения, которые в основном сводились к кровопусканию или же каким-то странным обрядом. Например, в Египте древнем было убеждение, что головную боль можно лечить путем прикладывания крокодила к голове. Вы можете, конечно, сказать, опробовали ли вы этого делать или нет, но, в общем, понятно, что современная, более доказательная медицина, она, в общем, позволяет избавиться от гигантского количества проблем, которые нас окружают. То есть, в случае с технологией, например, с средствами передвижения, мы знаем, насколько медленно передвигались люди, по сути дела, до 19 века, и сейчас мы не только можем переместиться с одного континента на другой за несколько часов, но довольно быстро оказаться в космосе. это было совершенно немыслимо еще несколько веков назад. Я думаю, очевидно, что и в технологии, и в точных науках мы демонстрируем кумулятивное знание. Современный физик знает больше, чем знал Ньютон в 17 веке. Можно ли сказать то же самое про, например, экономистов? Удивительно, даже высказывание Кеннета Кларка здесь, не Кеннета Кларка, это Крейна Бриттнена, как бы показывает, насколько здесь все не так просто, как мы это представляем. В частности, он убежден, хотя он не является экономистом, что, конечно же, Кейнс гораздо лучше понимал, как работает экономика по сравнению с учением Адама Смита. Здесь уже совершенно не очевидно наличие прогресса. Миллиаризм – это вовсе не гарантированная вещь. Мы можем действительно скатиться назад. Очень тяжело представить себе скатывание именно техническое, хотя оно тоже происходило все-таки в темное Средневековье. Но в целом, конечно же, прогресс как бы остановить невозможные технологии нас окружающие это доказывают. Тем не менее, хотя знания бывают кумулятивные и некумулятивные, для сохранения нашего общества очень важным является то самое медленно-кумулятивное знание. То есть, не то знание, которое мы каждый день можем получать, скажем, путем новой публикации в том или ином реферируемом журнале, а путем знакомства со своей собственной культурой, медленного чтения и перечитывания, возможно, священного писания, возможно, Гомера, возможно, Аристотеля, возможно, Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия, Данте, Шекспира и других представителей той самой великой западной культуры и цивилизации. Это невозможно сделать за один день или за один час. То есть, понятно, что и экспериментальные науки, они не могут достичь результата мгновенно, но, тем не менее, там можно игнорировать то, что написал Ньютон. Мало кто из физиков читает его главные трактаты, не говоря уж о каких-то трактатах, которые были написаны в Древней Греции. Но сегодня в любой книжный магазин, в какой бы вы ни зашли, в какой бы стране вы ни находились, вы увидите полку классики, и там будут греческие мыслители, там будут римские поэты, будут римские трагики, там будет вся история западной цивилизации с небольшими вкрамлениями восточных авторов, фактически главными будут Конфуции, Лао Цзи и Будда, ну или, во всяком случае, тексты, связанные с буддизмом. Но, тем не менее, очевидно, что западная цивилизация, она действительно передается постепенно, она переносит знания медленно-кумулятивно. Это не то знание, которое может быть пересмотрено, как в результате открытий, например, того же самого Эйнштейна. Это тоже был довольно медленный процесс. А если говорить о таких дисциплинах, как логика, геометрия, экономическая теория, этика, философия, история, то здесь тоже может показаться неочевидным, что это знание является кумулятивным, что мы сейчас, скажем, лучше пишем исторические книги, чем их писали древние греки, что Геродот, скажем, менее слабый историк, чем Теодор Мамзен. Например. Или веберовские работы по экономической истории, они выше, чем работы средневековых авторов по этой же тематике. Это уже не настолько очевидно, но тем не менее, по всей видимости, и в области истории происходит оттачивание метода, и в области философии, какой бы она ни была дискуссионной, все равно наблюдается прогресс, медленное развитие и выкристаллизование наиболее важных текстов, таких как метафизика Аристотеля или суммы теологии Фомы Аквинского или два трактата о правлении Джона Лока. Это уже не чистая философия, а политическая мысль. То есть в политической мысли также очень важно знакомиться с этими текстами. И если вы вместо того, чтобы в университете читать эти великие книги, фактически записываетесь в определенный кружок по борьбе с западными западной цивилизации по борьбе за социальную справедливость и фактически по дискредитации всего того самого западного наследия, которое было накоплено тысячелетиями, то не только вы разрушаете свою собственную культуру, но вы делаете вклад в разрушение культуры как таковой, в том числе западной культуры. И здесь действительно можно довольно быстро это самое знание разрушить. Вот накапливается оно медленно. знание о культуре, знание об истории, о философии, оно из века в век передается, а уничтожить его можно очень быстро. Вот возьмем, скажем, экономическую науку начала 20 века в России. Она к тому времени, в принципе, порождала тексты очень близкие к тому, что было и на Западе. Например, знаменитые работы Кондратьева, Бруцкуса, Туган-Барановского, они даже, можно сказать, находятся вровень с мыслителями того периода времени в Европе и Америке. Но что произошло в 20-30-е годы? Полная зачистка этой территории и отсутствие какой бы то ни было преемственности. Эта культура была уничтожена. Как ее можно уничтожить? Ее можно уничтожить физически, просто-напросто носителей расстрелять или посадить в ГУЛАГ. Есть такой вариант. Есть другой вариант, более тонкий, и сегодня, по всей видимости, на Западе выбран другой путь. Один из этих путей можно убить вот это самое медленно-кумулятивное знание, если навязать ему в качестве стандарта такую же ценность, которую дают технические дисциплины, которую дают естественные науки и так далее. То есть предсказание, управление, воздействие. То есть, иначе говоря, то, что Хаек называл сциентизмом, перенесение метода точных наук в науке о человеческой деятельности, что неизбежно будет приводить к некоторому редукционизму, то есть упрощению картины, искажению реальности. То есть от социальных наук требуют неадекватности с точки зрения предмета, а идентичности с точки зрения метода, как это делается в естественных науках. И если прогресс не так очевиден, то, в общем, клеймят гуманитарное знание, знание в социальных науках, как ненаучное. И предлагают заменить департаменты политологии департаментами биологии. Например, Харари знаменитый именно к этому призывает наконец-то поглотить политические науки, включая экономику и социологию, биологии. Есть и такие попытки. С другой стороны, легко разрушить то самое медленно-кумулятивное знание путем пропаганды, особенно если эта пропаганда делается в университетах с первого курса. Уже не раз заявлялось, что западные университеты, особенно в социальных науках, в гуманитарных науках, фактически ориентированы на пропаганду фактически антизападных взглядов и на разрушение вот этого самого медленно-кумулятивного знания, которое считается абсолютно неценным. Зачем считать все это, если это порождение цивилизации убийц и варваров? Ну и, наконец, постмодернизм, который выравнивает высокое и низкое, который говорит о том, что западная цивилизация ничем не лучше тех цивилизаций, которые жили в пещерах и которые пользовались некими магическими амулетами, кто сказал, что они были более счастливыми, главное находиться в моменте сейчас, присутствовать, а вот вся эта западная казуистика, все эти сложные книжки, зачем их читать? Потому что главное это, собственно говоря, быть в гармонии с окружающим миром и разрушать те барьеры, которые создала цивилизация. Кстати, Руссо, один из предтеч вот этой философии, он также мыслил себе цивилизацию как то, что противоречит нашей природе. И действительно, если мы с высоты вот этих всех споров посмотрим, в частности, на улицы американских городов, сейчас, конечно, вот это движение подспало, но тем не менее характерно, что оно происходило несколько лет назад, Black Lives Matter, фактически, если мы сравним позицию этих людей, которые считают, что они должны становиться на колени, они в чем-то виноваты, с позиции того же самого Вебера, которого я цитировал в самом начале, или Киплинга, или Кларка, или Бринтона, то мы увидим с вами, что если людей систематически приучать становиться на колени, они, естественно, перестанут себя уважать, перестанут уважать свою культуру и свою историю. Они разрушат свою собственную идентичность, именно к этому все сводится. Сейчас никто не может выйти в профессорскую аудиторию и сказать, мы, представители западной цивилизации, создали науку, как говорил Вебер сто лет назад. Сейчас его заклеймят как в общем сексиста, расиста и прочее. В этом смысле, казалось бы, подход, который предлагал Ниал Фергюсон в своей книге «Цивилизация вполне адекватен». Кое-кто настаивает, будто Запад не принес вообще ничего хорошего. Это, конечно, абсурд. Как и все великие цивилизации, цивилизация западная была двуликой, способной и на благородство, и на низость. Вот такой, кажется, адекватный взгляд. А дальше давайте посмотрим на реакцию в том числе различного рода публики на курс, который мы с вами сейчас начали читать. История западной цивилизации, как вы знаете, это курс, который можно прослушать и на Западе, на постсоветском пространстве, в общем, где угодно. Если вы думаете, что это довольно маргинальная точка зрения, должен вас разочаровать, действительно, сейчас люди, которые считают себя образованными, в принципе, высказывают подобные точки зрения. Давайте некоторые я процитирую. Я убрал заранее оскорбительные, сейчас это общее место в дискуссиях, где только говорится, условно говоря, о том, почему западная цивилизация плоха. Какая пурга с самого начала, пишет некий комментатор под видео вместе с Вадимом Новиком о том, что нужно изучать историю противникам. Мирное существование людей разносил Запад, оказывается, вместе со своей цивилизацией. Расскажите это сипаем, индейцам, китайцам, неграм Африки, так вот политкорректно выражается, по всей видимости, дама, судя по Аватару, и аборигенам Австралии. Ну, еще одно политкорректное высказывание. Большая часть их, правда, не выжила под бременем белого человека. Но, честно говоря, даже физически довольно тяжело представить себе, что половина китайцев не вышла в результате действий цивилизации. Насколько мне известно, сейчас в Китае самая большая численность населения в мире, оно продолжает увеличиваться. Наоборот, с этим увеличением пытаются бороться последние десятилетия. То, что половина сократилась численность, это, конечно, вряд ли соответствует действительности. Уж скорее происходит сокращение именно западного населения по сравнению с индейцами, китайцами, коренными жителями Африки, скажу так, жителями Австралии и так далее. Тем не менее, как вы видите, пурга. Нельзя ничего говорить хорошего о Западе. Нет никакого мирного существования. Но вот обратите внимание на еще один комментарий, и он действительно встречается у многих, в том числе и тех аналитиков, которые считают себя профессиональными. История Запада. Что такое история Запада с точки зрения комментатора? Кровь и смерть миллионов. Вот и вся история. То есть, иначе говоря, если действительно западная цивилизация это кровь и смерть миллионов, то есть, это абсолютное зло, то следовало бы эту западную цивилизацию полностью уничтожить, как некий зуд на теле современного мира или вообще мира. Вот еще одно высказывание Станислава Поплавского. Он как-то подписывался на наш курс, но с криками вылетел из него, проклиная всех, кого только мог. Вот он, например, писал по поводу этого курса, почему он не является правильным. Опять будет рассматриваться некий успех западной цивилизации в отрыве от крестовых походов, войн, колонизации, бесконечной резни, уничтожения, угнетения и ограбления других государств и народов. Складывается ощущение, что философы и поэту эту цивилизацию строили в мирных и вежливых дискуссиях. Ну, ерунда же. Но здесь можно начать с последнего. Действительно, философы свои теории проводили, свои философии создавали в мирных и вежливых дискуссиях. Это можно узнать просто-напросто по тому, как они писали свои трактаты. Я уже в начале сегодняшней лекции вспоминал и о древних греках и о средневековых мыслителях, которые очень часто имели противоположные точки зрения, но при этом уважали мнение противоположной стороны. Конечно, вы можете вспомнить и про инквизицию, вы можете сказать о примерах в, скажем, темное средневековье. Про инквизицию мы еще с вами отдельно проговорим, а про темное средневековье это действительно один из периодов, когда на Западе не было разнообразных точек зрения, была только одна правильная, все остальные считались еретическими, и за них можно было лишиться жизни. Но, тем не менее, что здесь неверно? А неверно то, что, конечно же, в западной цивилизации были и крестовые походы, и войны, и колонизации, и все остальное. Но можно ли сказать, что этого не было в других цивилизациях? Что действительно майя и ацтеки были настолько гармоничны с природой, что не уничтожали своих соплеменников на своих гигантских сооружениях? Что не велись истребительные войны на территории современной Индии? Что Цинь-Шихуанди не загубил тысячи, если не миллионы жизней при строительстве Великой Китайской Стены? Что знаменитая битва на Курукшеттере, которая описана в ГИТе, не привела к гибели огромного количества людей? На самом деле, какую цивилизацию не возьми, будет и геноцид, и войны, и насилие, и все остальное. Но при этом эти цивилизации не создали то, что характерно для западной культуры, науки и всего остального. Вот об этом тоже надо поговорить. Вот книга, о которой я уже упомянул, Мюррей Дуглас «Война на Западе». Фактически речь идет о культурных войнах, направленных на разрушение западных ценностей. И сегодня это очень важная проблема. Вот еще один комментарий противника западной цивилизации, чтобы те, кто с нами не согласны, тоже имели голос. Хе-хе пишет некий комментатор «Свободное общество западной цивилизации». С точки зрения комментатора «2000 лет бездомных, нищих, больных и рабов». И это все, обратите внимание, это все, что упоминается в связи с западной цивилизацией. Никаких положительных моментов, естественно, не было. И при этом, конечно же, предполагается, что бездомных, нищих, больных и рабов до этого просто-напросто не было. То есть в Древнем Египте не было нищих, не было больных, не было рабов, все купались в изобилии и так далее. Вы можете сказать, я передергиваю, но на самом деле нет. Если вы утверждаете, что за последние 2000 лет единственное, что дала цивилизация, это бездомных, нищих и больных, то, по всей видимости, их было гораздо меньше или их вообще не было до той самой цивилизации. Но, верно, как раз противоположное. За последние 2000 лет больных, рабов и бездомных стало на порядок меньше. Рабство уже давно является нелегальным институтом. И первыми, кто его стал отменять, были как раз таки не древние египтяне и не представители древней индейской цивилизации при всем уважении к ней, а именно представители западного общества. Ну, еще один комментарий. Ждем следующей лекции о неудачных опытах капитализма, преступлениях капиталистических империалистических стран, сколько людей погибло. Опять же, предполагается, по всей видимости, что крестовые войны и прочие войны это исключительно прерогатива запада, а на востоке в частности никто никогда ни с кем не воевал. Может показаться, что я сейчас цитирую каких-то маргиналов. Вовсе нет. Если вы посмотрите официальные каналы и некоторых западных СМИ, и теперь уже это стало модным и на постсоветском пространстве, высокопоставленные политики, как известно об этом говорят, то можно действительно найти тех, кто всегда смотрел на запад с большим недоверием. Но в частности Махатма Ганди, после смерти которого, как известно, один политический лидер считает, что больше не с кем поговорить. Так вот, Ганди перечисляет достижения запада, вот физическое благополучие, европейцы живут сегодня в домах, построенных лучше, чем сотню лет назад, одежда у них лучше, оружие лучше, носят длинные брюки, разную одежду, вот казалось бы, такие достижения, паровой двигатель, может вспахать огромную полосу земли, накопить большие богатства, прежние люди путешествовали в повозках, а сейчас могут путешествовать в поездах и на самолетах, и поезда и самолеты тоже появились на западе. Теперь они мчатся на поездах со скоростью 400 и больше миль в час в день. Соответственно, казалось бы, из этого можно сделать вывод, но в общем все неплохо. Даже ныне существуют болезни, о которых люди раньше не имели представление, целая армия врачей занята поисками средств их лечения. Соответственно, растет число больниц. То, что количество больниц растет, это плохо с точки зрения Ганди. Он замечает, что это мерило цивилизации, иронически замечает, и дальше делает вывод. Что мне еще прибавить? Эта цивилизация такова, что она разрушится сама собой. Вот как бы вывод кажется никак не связан с предыдущим, но тем не менее, по всей видимости, это так. Вот чем занимается запад? Только материальным, только увеличение продолжительности жизни, комфорта. Это то, чем занималась западная цивилизация. Конечно же, не было ни Гомера, не было ни Шекспира, не было ни Данте, не было ни Фомы Аквинского, не было, собственно говоря, Фомы Кемпийского, различного рода мистических, в том числе, авторов на Западе, которые писали о чем-то за пределами чисто материального. Не было высокой поэзии, не было живописи, скульптуры и архитектуры. Все это, естественно, не считается духовной цивилизацией. Так вот, ее нужно, в общем, считать сатанинской. Согласно учения Мухаммеда, ее следует считать сатанинской, цитирует Ганди. Индуизм называют ее черным веком, ее нужно избегать. И вот к какому выводу он приходит в 1908 году. Вот кого научил тот самый Ганди. Западная цивилизация это болезнь и проклятие. Что делают с болезнью и проклятием? Уничтожают. То есть, в общем, ничего хорошего с точки зрения Ганди она не дала. Даже армия врачей, которая была создана западными странами, также ничего хорошего не дает. Победа над болезнями это чисто материальный критерий, по которым западная цивилизация оценивает прогресс. Ганди даже утверждал, что у европейских империй, в общем, в тот период это была в основном история империй, не было никаких положительных черт. Поэтому то, что я сейчас говорю, вовсе не является некоторым карикатурным образом. Противники западной цивилизации они уже давно не пытаются взвешивать плюсы и минусы. Они, что называется, действительно стремятся выбросить ребенка вместе с водой. Об этом откровенно заявляют. Ганди – это один из источников, а современные левые, в общем, идут по этому пути. Вот реакция на наше видео с Андреем Знаменским, одного из комментаторов. В колонии выбрасывают западные модели развития потому, что прекрасно знают о свободах Запада. О свободе слова даже говорить не стоит. Ну, казалось бы, можно было бы защищать свободу слова на Западе, но нет, надо вместе с тем, что подавляется довольно часто свобода, просто уничтожить все, что было характерно для Запада. О свободе тоже речи нет. В самой свободной и демократичной стране больше всего заключенных в мире. Экономическая свобода заключается в том, что разваливается экономика любой другой страны для того, чтобы потом продавать аборигенам бусы и Макдональдса за нефть и газ. Ну, дальше, к сожалению, высказывание личного свойства, либерализм головного мозга, либо отрабатывает деньги Сороса. Ну, то есть, когда вы вашему оппоненту приписываете такое свойство, вы уже гарантированно защищаете себя от полемики, невозможно. Ну, и вывод одного из критиков. Опять западную пропаганду будут нам вдюхивать. То есть, антизападная пропаганда это, в общем, нормально. Исследование положительных и отрицательных черт Запада это плохо. Итак, вот такие высказывания. Запад не принес ничего хорошего. Сейчас, в завершение первой лекции, я просто перечислю то, что знают все и что является действительно уникальным явлением Запада, что было создано им. Все врачи до сих пор во всем мире фактически полностью принимают клятву Гиппократа. И Гиппократ, как вы знаете, считается родоначальником медицины. И в этом смысле, если вы стремитесь к уничтожению западной цивилизации, то, по всей видимости, вы должны стремиться и к уничтожению клятвы Гиппократа. Современный мир, культуру совершенно невозможно представить без Гомера, без его Илиады и Одиссея. То есть, любой человек, который говорит, что на Западе только материальные ценности, по всей видимости, игнорирует как минимум Гомера. О многих других писателей можно было бы говорить отдельно. Кроме того, Запад создал такую науку, как история. Профессиональным первым историком можно считать Геродота. Его книжки можно найти, как я уже говорил, в книжном магазине библиотеки любой страны, в том числе далеко не Западной. А Фукидид был первым историком, который с политической точки зрения описал Пелопонезскую войну. И это тоже очень важный вклад в культуру, в мировую культуру. Если вы не книгачей и для вас далеки все эти вещи, вы, конечно же, знаете, что именно западная цивилизация создала Олимпийские игры, которые мечтают провести у себя представители всех цивилизаций и народов. Поэтому, если вы враг всех западных ценностей, то вы должны быть врагом и Олимпийских игр. Конечно же, Запад также породил гигантское количество литературы. Данте, Шекспир, Гёте, Шиллер, Мопассан, огромное количество других замечательных французских, английских, немецких писателей, которые создали всемирную литературу. Вот если вы возьмете всемирную литературу и такие образы, как образ того же самого принца датского Гамлета или Фауста Гёте, то приведите мне пример чего-то, что создала другая культура, некий образ, который бы настолько же сильно повлиял на всемирную культуру и на всемирную литературу. Боюсь, что при всем уважении к Конфуцию Лао Цзи и Будди влияние его на всемирную литературу в лучшем случае можно отчитывать от начала XX века и все равно это скорее экзотика. Например, Крейн Бринтон считает, что по сути дела Запад почти не испытал на себе систематического влияния незападных цивилизаций. То есть, если говорить о поэзии Данте в Божественной комедии, если говорить о пьесах Шекспира, если говорить о великом наследии Гёте, то все это создавалось внутри той самой западной цивилизации. Сегодняшняя архитектура, которую мы можем найти в незападных странах, также, куда бы вы ни приехали, вы увидите отсылки к Акрополю греческому, вы увидите отсылки к Готике, вы, конечно же, увидите небоскребы. И современная архитектура совершенно немыслима без того, что впервые создали именно европейские западные страны. Как вы знаете, Акрополь был построен в Греции, Шартерский собор в Париже, Flatiron Building, который вы видите справа в Нью-Йорке, в США. И это один из первых небоскребов. Первый небоскреб также был построен на Западе в Чикаго. Если мы действительно считаем, что западная цивилизация это болезнь, то надо уничтожать и все, что мы перед вами видим, и архитектуру. Хотя вот совсем недавно я был в Дубае, если вы погуляете по паркам, вы увидите все архетипы западной цивилизации, отсылки к римской и греческой архитектуре и культуре в том числе. Поэтому, что она уже стала универсальной. Посмотрите на инновации, которые были созданы странами Запада. По сути дела, начиная с промышленной революции, которая тоже произошла на Западе, мы видим изобретение тех вещей, которые нам кажутся важными. Это и автомобиль, который был, как вы знаете, изобретен и создан Генри Фордом в Америке. Это самолет, это электрификация, изобретение телефона, открытие микроорганизмов, появление железных дорог, парового двигателя. Это, конечно же, война с малярией, открытие ДНК, изобретение компьютерное, атомная энергия, высадка на Луну, которую совершили американцы, персональный компьютер, проект генома человека. Все эти выдающиеся инновации также были совершены на Западе. Именно благодаря этим инновациям гигантски сократилась бедность, глобальная бедность во всем мире. И прежде всего она сокращается последние сто лет, если не больше, в так называемых развивающихся странах. Как правило, бездуховная культура и перенятие этих самых западных институтов сделало эти общества значительно богаче. Вот та самая бездуховная культура, которая в 15-16 веках породила выдающиеся учения. До сих пор, если вы зайдете в кабинет физики или математики, вы увидите выдающихся греческих математиков, вы найдете в кабинетах физики портреты Коперника, Тихобраги, Галилео, Галилея. Вы, конечно же, увидите Лавуазье и несомненно, что европейские ученые внесли гигантский вклад в современную науку. Вообще во все науки химия, физика, биология все они создавались такими учеными, как Николай Коперник, Тихобраги, Галилео, Галилей и многие другие. Здесь только перечень некоторых публикаций. Рене Декарт, Пьер Ферма, Блес Паскаль, Бойль, Левенгук, Ньютон, Карл Линей, Бернули, Лавуазье и так далее. На самом деле, все мы, учившись в школе и в дальнейшем, помним эти имена, как минимум. Они для нас не пустой звук. А представьте себе, если бы с школы нас индоктренировали, что на стене должны висеть гендерные правильные портреты. Один мой профессор, знакомый в Западном университете рассказывал, что на их кампусе было принято решение из-за того, что слишком много мужчин сделали вклад в ту науку, которой он занимается, то должен быть соблюден гендерный баланс. И кроме выдающихся физиков и математиков, о которых я перечислил, должны быть портреты выдающихся женщин, которые внесли свой вклад в эту науку. То есть надо убрать половину мужчин, повесить другие портреты тех, кто совершил вклад в науку подобного рода. Это называют положительной дискриминацией. Но тем не менее, очевидно, что все эти люди действительно создали современную культуру. Есть замечательная книга Яна Шикорной, которая посвящена сопоставлению капиталистической и социалистической экономик. Но она хороша тем, что она была выпущена в свет еще в середине нулевых. И потом она переиздавалась. Важно в ней то, что автор скорее пытался доказать, что инновации порождаются капиталистическими странами, а не странами с плановой экономикой. В общем, это несложно было показать. Но в его исследовании он приводит данные о странах, которые создали эти самые инновации. Нас эти инновации постоянно окружают. Вот я сижу в европейском костюме и в бабочке. Мы используемся с вами технологиями, которые также были на Западе. Те люди, которые хейтят Запад в интернете, пользуются технологией, которая была придумана на Западе, смартфонами, которые также были созданы западными инженерами и предпринимателями. Вот посмотрите, куда ни глянь, все вещи были нас окружающие созданы в западных странах. Здесь США, США практически без исключения. IBM, Intel, Xerox, модем, лазерный принтер, микропроцессор, карманный электронный калькулятор, оптоволоконный кабель, операционная система, винчестер, ноутбук, сенсорная панель, Skype, Facebook, YouTube, которым сейчас активно пользуются противники капитализма и западной цивилизации, смартфоны. Это все, видите, без исключения западные страны. Сюда вклинивается Эстония только. Даже вещи, которые, казалось бы, не являются особо сложными, типа чайный пакетик, сушильная центрифуга, тостер, утюг, холодильный шкаф, кондиционер, растворимый кофе, неоновое освещение. Все это было создано также в европейских странах и большая часть также в США. Давайте найдем, может быть, все-таки есть исключения. Вот кофеварка эспрессо, микроволновая печь тоже США, полиэстер США, тефлоновое покрытие Франция, кроссовки Великобритания, упаковка для жидкостей Швеция, алюминиевая упаковка для пива США, все США, лейкопластырь США, бумажный платок США, бумажное полотенце США, электробритва США, аэрозольный баллончик, одноразовый подгузник, которого не знали советские люди, а он был придуман еще в 49-м году, опять же, в США, шариковый дезодорант, одноразовая бритва, жидкое моющее средство. Давайте опять же последовательно представим себе, что вы противник западной цивилизации и считаете, что все это должно было быть уничтожено. Такова логическая позиция тех, кто считает, что ничего кроме войн западная цивилизация не породила. Клейкая лента, шариковая ручка, список можно продолжать. Кинотеатры, Polaroid, кукла Барби, кварцевые часы, видеомагнитофон, плеер, кубик Рубика, компакт диск. Обратите внимание, единственная, кажется, технология, это кварцевые часы, Япония, 69-й год, и плеер, тоже уже устаревшая технология Японии. Несомненно, видеоигры это одно из достижений японской или, скажем так, незападной цивилизации в культурном отношении, но в экономическом отношении в 60-70-е годы Япония, несомненно, шла по пути западного общества и, в общем, продолжает идти сейчас. Супермаркеты, тележка для покупок, торговый центр, платежная карточка, кредитная карта, банкомат, почта, экспресс-почта, штрих-код, заключение сделок по интернету, все без исключения страны Запада. Это ужасный Запад, то, о чем мы говорили. Давайте теперь поговорим про прекрасный не Запад. West and West. Ну, возьмем такую замечательную культуру, как индийская культура, которая до прихода англичан пользовалась такой традицией, называется сати. По этой традиции вдова должна была быть заживо сожжена. Такая вот добрая, милая традиция была у индусов. В конце концов, зачем ей жить после того, как мужа ее не стала. Эта традиция действительно существовала в этом гуманном обществе, где все находились в гармонии с природой до тех пор, пока тут же не пришли проклятые англосаксы, англичане. Какие там уже англосаксы были, непонятно. И они действительно эту традицию запретили. И вот у кого здесь больше гуманизма? У того, кто защищает любую традицию, которая была в древней Индии или в современной Индии, или у того, кто защищает эту самую британскую империю, которая ничего не дала, кроме зла. Цинь-Шихуанди, знаменитый правитель Китая, действительно загубивший, видимо, множество душ, создавший себе таракотовую армию, уничтоживший всю литературу, которая была до него, чтобы никто не знал о том, что было в Китае до Цинь-Шихуанди в Третьем веке, уничтожил всех образованных философов, которые были. Ли сын, в частности, который занимался подготовкой программы уничтожения книг и философов, организовал убийство 460 философов. Это тоже вам гуманная незападная цивилизация. Правда, этого философа тоже пришлось убить. Все-таки он же тоже профессиональный философ, то есть образованный человек, а такие в этой цивилизации не сильно нужны. То есть получается, что в незападных цивилизациях мы можем найти и насилие, и гендерный дисбаланс, особенно в истории, и рабство. Гигантское количество объектов строили люди, не обладающие никакими правами. Вспомните про египетские пирамиды. Почему-то противники Запада не говорят о том, чего стоило это незападной цивилизации. Вы знаете замечательную книгу Эпос, которая, наверное, очень влиятельна сейчас, в том числе в Европе. Это Абхагавадгита. Ее переводили уже 25 раз. Этому, конечно же, слабо сказано, гораздо больше раз. Даже Борис Гребенщиков ее перевел на русский язык. И вы знаете, что здесь изображена беседа Кришны с Арджуной на битве Курукшетра, где, собственно говоря, Арджуна, лучник, видит на другой стороне поля своих братьев, из рук у него падает лук, потому что он не хочет убивать своих родственников, которых он видит с другой стороны. И вот в этот момент совершается диалог Кришны и Арджуны, где Арджуна говорит ему, что нет, ты должен воевать, ты воин, то, кого ты убьешь, на самом деле не умрут, они будут жить вечно, поэтому возьми свой лук и направляй свои стрелы на твоих врагов, даже если это твои родственники, друзья и так далее. Я не склонен считать, что это единственный смысл, который можно вложить в действительно великое произведение Гиту. Думаю, что нам не надо понимать буквально этот призыв уничтожать противника. В конечном итоге это можно интерпретировать как борьбу с неким духовным злом и думаю, что такая ценность будет гораздо больше, если мы будем просто считать, что Гита это проповедь как бы неразмышление воина, потому что один из аргументов Кришны состоит в том, что ты, Арджуна, воин, а воин должен убивать, поэтому нет ничего плохого в том, что ты будешь убивать своих родственников. Кстати, известно, что эта книга Гита сопровождала очень часто немцев в своих походах во время Второй мировой войны. Фактически они считали, ну, по крайней мере, часть людей точно считала, что это этот эпос обосновывает необходимость насилия и борьбы. Но, как вы понимаете, вне зависимости от того, что диалог заканчивается прекрасными отзывами о философии, все закончилось, тем не менее, резней. Такова реальность в том числе незападной цивилизации. Поэтому обожествление незападных цивилизаций было бы, по всей видимости, неверное. Интернет полон различных мемов. Говорят, что здесь инки дарят валентинки. Это, конечно, смешно для современного общества, но для человека, который подпадал под жертвоприношения, которые применялись другими древними народами, это было вовсе не весело. И, кстати говоря, пример с майя показывает, что цивилизации многие гибнут вовсе не потому, что туда пришел Запад насаждать демократию. Как известно, эта цивилизация погибла задолго до прибытия конкистадоров. И в этом смысле цивилизации многие разрушаются не потому, что Запад туда пришел, а потому, что они какие-то имеют свои собственные, если угодно, изъяны. И в отличие от Запада не соблюдают фундаментальные принципы. Так вот, завершая сегодняшнюю лекцию, уж извините, что я немножко вышел за пределы лимита, обращая взор на афинскую школу, я бы все-таки сказал, что западная цивилизация характеризуется прежде всего динамизмом, такой вот фаустовской душой. Обратите внимание, что две главные фигуры, Аристотель и Платон, как бы идут и от одной арки к другой, от одной эпохи к другой. Это великий спор. Это еще одна черта западной цивилизации. Иметь разные точки зрения для того, чтобы они отстаивались различными людьми. Для того, чтобы они отстаивались разными людьми, нужно уважать свободу слова, нужно уважать личности. Потому что, если вы канцелите друг друга, то у вас нету возможностей для диалога. Поэтому надо понимать, что в конечном итоге мы можем быть недовольными и критиковать идеи, а не людей. В этом должна состоять настоящая задача философа, ученого, критика, кого угодно. Даже Платон и Аристотель, смотрите, на этой картине изображены в один рост. Хотя и взгляды, как известно, противоположны друг другу. Один показывает палец вверх, обращая все к миру идеи, другой обращает руку вниз, говоря о том, что нужно держаться реальности, но тем не менее они находятся в диалоге. Это ключевое свойство любой культуры. Если вы запрещаете свободу слова, вы запрещаете диалог. Если вы запрещаете диалог, вы запрещаете поиск истины. Если вы запрещаете поиск истины, вы делаете ваше общество тоталитарным. Ну и наконец, в завершении я бы хотел сделать некий вывод предварительный, который в дальнейшем мы будем на протяжении двух с половиной тысяч лет, истории западной цивилизации рассматривать подробно. На мой взгляд, любая цивилизация имеет ядро и периферию. И западная цивилизация не исключение. Что же является ядром западной цивилизации? Ядром цивилизации является так называемый принцип НАПА или Non-Aggression Principle. Принцип неагрессии против неагрессоров. Понятно, что этот принцип далеко не сразу был сформулирован. И все начинается с довольно вялых попыток древних греков сформулировать некоторые рациональные методы познания и общежития. Но, тем не менее, этот принцип действительно был впервые сформулирован на Западе таким мыслителем, как Джон Локк. Если Ньютон заложил основы современного мировоззрения в естественных науках, то Джон Локк заложил рациональный метод познания в политических дисциплинах. А предтечами, конечно же, у Лока были такие мыслители, как Фома Аквинский и Аристотель. Поэтому для меня главный принцип или ядро западной цивилизации, отличающий ее от других, это уважение к личности, уважение к ее свободе, к ее правам. Это не означает, что в истории западной цивилизации не было рабства, оно действительно было, не было войн и насилия. Но все это было и у других цивилизаций. И Запад тогда развивался, когда он стремился вот этот кружок под названием НАП расширить. То есть отказаться от рабства, отказаться от насилия, от смертной казни, отказаться от войн, двигаясь в направлении вечного мира по идеологии Канта. И это означает, что Запад это в конечном итоге прогресс на основе уважения индивидуальной свободы. Или, проще говоря, на основе свободы. Потому что non-engagement принцип не существует без признания свободы других людей. Тем не менее, Западу всегда хотят что-то противопоставить. Что, с моей точки зрения, в реальности хотят противопоставить Западу так называемые антизападные лидеры или антизападные общества? Они на самом деле не говорят о ядре своей цивилизации, которую они предлагают. Но если ядром западной цивилизации является уважение к личности, ее правам, то ядром довольно скрываемым, как бы закамуфлируемым является принцип агрессии. Агрессии против неагрессоров. Насилие это то, что нравится антизападным обществам. Они этим живут психологически, культурно, экономически, как угодно. Но при этом общество не может полностью все состоять из насилия. Даже в Древнем Египте люди хотя бы частично, но торговали. Хотя бы частично, но им было что есть. И в этом смысле в любом обществе есть традиции, в том числе здоровые традиции. Есть культура, есть история. И вот этими вещами можно прикрываться как фиговым листочком, который тоже, по всей видимости, был придуман греческими скульпторами. Античными скульпторами. И в этом смысле, если мы этот фигов листочек сорвем, то мы поймем, что в основе антизападной риторики или антизападных обществ лежит очень простая идея. Если для Запада главный принцип это NAP, Non-Aggression Principle, то для антизападных обществ это как раз-таки насилие. Насилием заменить все, что было достижением цивилизации. Ведь здесь мы приходим к некоторому самоотрицанию. Потому что, если вы хотите уничтожить все западное, если запад это исключительно зло, то вам придется уничтожить в том числе таких антизападных мыслителей, как, например, Освальд Шпенглер или Карл Маркс или Жан-Жак Руссо. Они были противниками цивилизации, вообще любой цивилизации. И здесь получается такая самоаннигиляция. То есть, если вы действительно хотите уничтожить западную цивилизацию, вы, по сути дела, хотите уничтожить себя. Потому что те, кто не приемлет западное общество, также были порождены той самой западной цивилизацией и западными мыслителями. Поэтому единственный способ рационального понимания состоит все-таки в уважении цивилизации с пониманием того, что она порождала много и плохого, и войны, и рабства, и насилия. Но в своем главном направлении она стремится все это заменить принцип добровольного сотрудничества. Ну и в завершение, раз уж я не раз сегодня рекомендовал вам замечательную книгу Крейна Бринтона, я не могу не процитировать одну из наиболее важных книг, которую, по всей видимости, должны были бы читать сейчас все, ну даже не студенты, а может быть школьники. Это эссе о свободе Джона Стюарта Милле. Я позволю себе только несколько высказываний, потому что здесь обильный цитат есть у Бринтона. Опыт показывает, что характер и мощь страны зависят в гораздо большей степени от характера ее людей, чем от ее государственного устройства, ибо страна не что иное, как сумма личностей, а цивилизация в целом зависит от успехов в личном самосовершенствовании. Обратите внимание, что здесь ставится во главу угла. Не целое, а индивид и его самосовершенствование. Свобода это явление не столько политическое, сколько моральное. Результат свободной деятельности, энергии и независимости отдельной личности. Самый большой раб не тот, кем правит деспот, как бы велико ни было зло, а тот, кто находится во власти своего собственного морального невежества. Тиран обычно всего лишь верное отражение тех миллионов людей, над которыми он властвует. Но народы, у которых рабство в крови, не могут быть освобождены простой сменой владык или учреждений. Твердым фундаментом свободы должен быть характер личности, который является также единственной надежной гарантией прочности общества и общенародного прогресса. Мне кажется, эти слова Джона Стюарта Миля из эссе о свободе являются своего рода авансом, который мы, надеюсь, сможем с вами отработать в течение более чем 15 встреч. Это не только мои 10 лекций, но и 6, если не больше, выступлений приглашенных гостей. Я надеюсь, что сегодняшняя лекция это хороший фундамент для последующих дискуссий и начнем это осуществлять прямо сейчас. Переходите по ссылке в Zoom. Продолжение следует...